Выпускники 2020-го. Вы не должны принимать мир таким, какой он есть. Барак Обама обратился к выпускникам этого года. Газета Washington Post опубликовала речь бывшего президента США. В этом году вузы по всей Америке отменили торжественные церемонии вручения дипломов, чтобы отдать дань уважения выпускникам, чей последний год учебы претерпел радикальные изменения, Мишель и Барак Обама приняли участие в специальной программе сервиса YouTube. 44-й американский президент поздравил и тех, кто уже получил диплом, и тех, кто еще сдает последние экзамены. Цитата. «Выпуск — это большое достижение при любых обстоятельствах. Ваш выпуск пришелся на тот момент, когда пандемия поставила мир с ног на голову, а страну охватили мощные протесты. Я даже представить себе не могу, насколько ошеломительными были для вас последние месяцы». Обратился Обама к молодым американцам и подчеркнул. «Отсутствие большой церемонии с толпами людей не должно отнять понимание того, что означает выпускной. Сегодня проблем в мире столько, сколько у иных поколений не было десятилетиями. Но со временем жизнь начнет возвращаться в обычное русло», добавил политик и отметил. «Пандемия показала, что старые нормы были недостаточно хороши. Они не работали. Сейчас в центре внимания те проблемы, которые возревали длительное время. Это усиление экономического неравенства, отсутствие базовых услуг здравоохранения для миллионов людей, гендерная дискриминация, противоречия и кризисы. И хотя нынешние времена ужасные и неопределенные, они также дают невероятные возможности молодому поколению», считает Обама. Цитата. «Вы не обязаны принимать мир таким, какой он есть. Вы можете сделать его таким, каким он может быть и должен быть. Вы можете создать новый порядок, порядок более справедливый, дающий всем благоприятные возможности, относящийся ко всем одинаково, наводящий мосты между людьми вместо того, чтобы разделять их», — сказал в своем напутствии экс-президент США. Прекратить финансировать американскую полицию в ответ на убийство Джорджа Флойда. Генпрокурор штата Индиана Кертис Хилл в интервью телеканалу Fox News назвал такую идею «безумием». «От этого преступность только возрастет», — убежден Хилл. Автор статьи пишет. «У некоторых борцов за расовую справедливость появилась пугающая идея о том, что сокращение бюджета полиции по всей стране поможет сделать общество более безопасным и отношения между людьми разных рас более мирными. Это полная ерунда», — утверждает генеральный прокурор. Согласно ФБР, цитата. «За 2018 год в США убито 16214 человек. Если бы на улицах работало меньше полицейских, эта трагическая цифра была бы еще выше. И можно с уверенностью сказать, что преступники совершили бы еще больше грабежей, нападений, изнасилований, краж и других преступлений в США», — пишет Хилл, призывая всех, кому не безразлична судьба Америки, отказаться от таких опасных мыслей. Генпрокурор называет большинство офицеров «выдающимися государственными служащими, ежедневно выполняющими свои трудные обязанности во благо закона». «Конечно, есть сотрудники полиции, недостойные своих значков из-за того, что коррумпированы, некомпетентны или вспыльчивы и не контролируют свой темперамент», — продолжает Хилл. Но решать эту проблему нужно, конкретно определяя тех, кто действует неправомерно, и увольняя этих людей, если нужно. Минимум, что граждане могут сделать для своих полицейских, это как можно лучше их обучить и обеспечить экипировкой, а также достаточным количеством средств для привлечения достойного персонала. В завершение издание пишет, в некоторых штатах уже перешли от слов к действиям. Так, например, мэр Лос-Анджелеса сделал шаг в тревожном направлении, предложив сократить финансирование городского полицейского департамента на 150 миллионов долларов. Социальное неравенство царило уже 4000 лет назад. Ученые выяснили это после того, как изучили захоронение Бронзового века, сообщает немецкое издание Welt. Исследователи из Института мировой истории общества Макса Планка и Мюнхенского университета обнаружили останки семьи, которая, судя по найденным предметам быта, жила под одной крышей с людьми более низкого социального положения. Ученые рассказали о свежем открытии. Цитата. «Раскопки в местечке Лехталь к югу от Аугсбурга рисуют картину общества со сложной социальной структурой, которой имущество и статус передавались по наследству. О точной роли членов семей, имевших более низкое социальное положение, ученые до сих пор могут лишь строить домыслы», — передает издание. Для своего исследования команда ученых под руководством генетика Алисы Митник, а также археологов Филиппа Штокмахера и Йоханнеса Краузе, изучила вещи, обнаруженные в захоронениях, и генетические данные 104 людей, для того, чтобы определить родственные связи. Оказалось, богатство соотносилось с биологическим родством. Нуклеарная семья передавала имущество и статус по наследству. Такие сложные структуры совместного проживания существовали еще в Древнем Риме или классической Греции, но люди в Лехтале жили более чем на полторы тысячи лет раньше. отмечает издание.